В Пресненском суде Москвы продолжается разбирательство по громкому делу актёра Михаила Ефремова, которого обвиняют весь день в нетрезвом виде, что повлекло за собой ДТП, в котором умер человек. Адвоката актёра Эльман Пашаев пригласил со своей стороны тайного свидетеля, который заявил, что за рулём чёрного джипа Ефремова в тот злополучный вечер сидел другой человек. Александр Кобец утверждает, что одним из первых оказался на месте аварии, и когда подбежал к машине, то не увидел на месте водителя Ефремова. Мужчина описал, что в машине было два человека, а за рулём находился темноволосый мужчина, одетый в жилетку. Вот что говорит свидетель. Я видел лицо того человека за рулём, ему лет 38-37, тёмные волосы, русский. На нём была тёмно-серая футболка и жилетка, балоньевая. Отмечу, что в тот день, в день ДТП, актёр Иван Стебунов, и правда, там был только артист, так же, как и Сергей Гармаш, по их словам, приехали на место аварии, чтобы помочь разобраться коллеге Ефремову. На снимках от 8 июня видно, что Иван Стебунов был на месте ДТП в балоневой жилетке и попадает под описание тайного свидетеля защиты. Добавляет подозрений и сам адвокат. Эльман Пашаев заявил в прессе, что личность водителя уже установлена, якобы это известный человек, который мелькает по телевизору. Напомню, что на следующий день после ДТП Иван Стебунов записал видеообращение. Вопреки домыслам телеграм-каналов, он сообщил, что его и его супруги Елены Власовой не было тогда с Ефремовым. Он объяснил, что он, как и другие, примечался на помощь коллеге. Тогда он ещё не знал, насколько всё серьёзно. Вот что говорил Иван Стебунов. «Ни меня, ни моей супруги в тот момент в машине не было. Мы нигде и ни в каком баре не отдыхали. Мы поехали с моей женой на место ДТП. После нас через три минуты приехал Сергей Гармаш, чтобы как-то с этой ситуацией разобраться. Мы ещё не понимали, насколько это всё серьёзно». Журналисты связались с актёром Стебунов, удивился подозрением в свой адрес и сообщил, что ему об этом ещё ничего не известно. Получается, что хотел поддержать коллегу, а теперь выставляет виноватым. Напишите в комментариях, что вы думаете об этой ситуации. Чтобы быть в курсе новостей, подпишись на канал и нажми на колокольчик. Услышимся!